Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучать сложные и трудные места Священного Писания. Сегодня мы обратим внимание на книгу «Исход». Мы начали беседы по исходу, по трудным местам этой книги. У нас уже было несколько бесед. Первая глава, шестой, седьмой стих. И возникает вопрос. Как взаимосвязана смерть Иосифа и рост еврейского народонаселения? Вот ни больше, ни меньше такой вопрос. Давайте прочитаем этот текст. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята». Давайте посмотрим, как в дословном переводе будет звучать этот отрывок. «И умер Иосиф, и все его братья, и весь тот род, а сыны Израиля плодились, и кишели, и множились, и крепли очень-очень, и наполнилась земля ими». Особенно вот это слово «кишели», «воскишение» имеется в виду, как мелкие какие-то твари, они вот как муравьи, там, муравейники или там пчелы в уле. И конструкция, как бы сочетание 6 стиха с 7, 7 как продолжение 6, вот умирает Иосиф, и тогда расплодились, размножились израилетяне и воскишели. А как это может быть связано? Давайте посмотрим, что пишет древнехристианский экзегет Кассиадор. «Имя Иосиф означает «прибавление». Такое толкование этого имени подтверждается еврейским народом, который вышел из египетской земли, увеличившись в числе, увеличившись в числе, то есть имеется в виду в Египте». И достаточно обширная цитата Цезария Арнского, древнехристианского экзегета, очень вдумчивого экзегета. Он пишет «Мы слышали, дорожайшие братья, в прочитанном месте, что когда Иосиф умер, сыны Израилевы расплодились и чрезвычайно размножились, разрастились, подобно траве». Цезарий Арнский здесь предлагает аллегорическое объяснение, какая связь между смертью Иосифа и воскишением народа. Что это значит, братья? Пока Иосиф был жив, они не начинали плодиться и не были столь многочисленны. Однако позже, когда он умер, говорится, что они разрослись, подобно траве, тогда как на деле должны были бы плодиться и размножаться под покровительством и защитой Иосифа. Действительно, Иосиф был главный меценат семейства Иакова, и тогда они чувствовали себя очень свободно, но все было немножко иначе. Цезарий Арнский продолжает. «Но, дорожайшие братья, то, что было преобразовательно сказано о том ветхозаветном Иосифе, то в нашем Иосифе Господе Иисусе Христе получило истинное исполнение». То есть это трудно объяснить в применении к историческому Иосифу. Но, вспомнив, что Ветхий Завет преобразует новый, Цезарий Арнский говорит, что объяснение мы найдем в аллегорическом истолковании, применив образ Иосифа ко Христу. «То в нашем Иосифе Господе Иисусе Христе получило истинное исполнение» – вот это обстоятельство. «Ведь прежде, когда наш Иосиф, то есть Христос, умирал, то есть когда его распинали, тогда в него уверовали немногие. Позже, когда он воистину умер и воскрес, размножились и расплодились во всей вселенной израилетяне, имеется в виду по духу, а не по плоти, то есть христианские народы». Далее Цезарий Арнский пишет, «Так и сам Господь сказал в Евангелии, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это 12 глава, 24 стих Евангелия от Иоанна. «Ведь в результате крестной смерти драгоценное пшеничное зерно умерло и было погребено, и из этого единственного зерна Господь распространился в церквах по всей вселенной, ибо теперь не так, как прежде, когда Бог был ведом лишь в Иудее, и только в Израиле почитали имя Его, но ныне от восхода солнца до запада прославляемо имя Господа». Конец цитаты. Здесь мы видим, что под конец Цезарий Арской приводит отсылку к книге пророка Малахия. Таким образом, когда мы применяем к этому обстоятельству, почему после смерти Иосифа еврейский народ так воскрешил и возрос, и именно аллегорически рассматриваем, то становится очевидно – смерть Иисуса Христа – начало Церкви. И сам Христос говорил, где будет труп, там соберутся орлы. И древние экзегеты христианские предлагали такое объяснение. Христос как бы говорил, когда я умру, вы заслугами моими воспарите, как орлы, над всем земным, плотяным и недуховным. Итак, сегодня мы рассмотрели еще одно сложное место Священного Писания, которое можно истолковать только аллегорически. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Также мы спрашиваем ваших молитв за то служение Слова, которое мы совершаем здесь, на портале Экзегет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...